Всем привет! Сегодня будем готовить вкусные котлеты куриные в сливках. Куриные котлеты в сливках. Аня моя готовила, сказала очень вкусные, уже два раза готовила, говорит, объединили. Давайте готовить и мы. Так, у меня полтора килограмма фарша куриного, и она сказала взять 7 кусочков хлеба. В общем, хлебушек взяли и заливаем его молочком. Я приготовила лук, у меня 5 луковиц, ну или 2 луковички больших, у меня мелкий лук. Так, достаем фарш. Сейчас нам надо измельчить лук. Можете в мясорубке, можете в таком измельчителе. И сюда отправляем хлеб наш. Добавляем все это к фаршу. На полтора килограмма фарша добавляю полторы ложечки соли. И перец. Все хорошо перемешаем. Теперь берем вот такую небольшую морковочку и натираем, ну не на сильно крупную терку. Я на мелкую натираю. И тоже морковь добавляем в фарш. Теперь смачиваю ручки и формирую котлетки. Можно овальные, можно кругленькие, как вам нравится. Котлетки сформировали и заливаем сливками. У меня сливки 10%. Вот так. Не полностью, чтобы покрывало, а до половиночки немножко. И отправляем в духовку на 180 градусов нагретую на 25 минут. Пока котлеты запекаются, натрем сыр. Подготовим сыр. У меня вот такой вот кусочек. Прошло 25 минут. Достаем и посыпаем все сыром. Лучше, конечно, достать. Так мне неудобно достала. И засыпаем сыром. Ой, будет вкуснять и на аромат уже такой, ребята, стоит. Сыра много не надо. Вот маленький кусочек достаточно. Ой, красота какая. Так, и отправляем еще минут на 5, чтобы сыр расплавился. Так, 5 минут прошло, девочки. Даже 6 уже. Достаем. Ну, я не знаю. Вот мне берут сомнения, переживаю, что за 30 минут она приготовилась. Там кто его знает. Красота, конечно. Аромат. Очень вкусно пахнет. Сейчас одну котлету проверю, пока духовку не отключаю. Но Аня сказала, не надо, говорит, держать дольше. Она говорит, я первый раз готовила 25 минут, второй раз немножечко дольше. Говорит, вкус уже не тот, говорит, суховатый получились. Так, смотрим, ребят, какая красота. Кто любит зажаренный сырочек, можете дольше подержать. Сейчас сыр такой мягкий, он будет тянуться. Кто любит такой, держите меньше. Давайте возьмем серединки, да. Проверим, пропеклась ли котлетка. Ой, сейчас картошку пюре сделаю с этим сливочным соусом. Так, ребятки, хочу проверить. Сыр тянется. Да нет, пропеклось все. Сейчас я попробую на вкус чуть-чуть. То я прям переживаю. Просто, знаете как, у всех духовки разные. Так, 180 градусов, 25 минут, сыром 5 минут, 30 минут. Ну, 30 минут. Ну, не пойму. Мне кажется, я бы еще, ребята, подержала. А ну, фарш белый. И так, вроде бы, готово. Не знаю, я не пойму. Вроде бы мягенько все. Может еще поставить на 5 минут. Не знаю, сейчас дам своим попробовать. Не знаю, может 35 минут. Лучше пусть 35 минут поставить в духовке и 5 минут с сыром. Тогда будет точно, девочки. Ну, сейчас отправлю еще, наверное. Вот мне какие-то сомнения берут. Вкусно очень. Вкусно-привкусно. А может и не надо. Ну, в общем, сейчас я у своих спрошу. А потом к вам вернусь. А я хочу сейчас приготовить картошку, пюре. С новой толкушкой, девчонки, покажу вам и скажу, классная она или нет. Муж решил, что будет классная, потому что не железная, не будет царапать, ну, если внутри эмалированная кастрюлька, не будет вот этих полосок. Сейчас проверим. Так, картошечка у меня сварилась. Водичку я слила. Сейчас будем пробовать. Буду подливать молоко. Молоко у меня кипяток. Я нагрела. Ой. Немножечко непривычно. Ну, пока. Вроде ничего. Кстати, пластик очень хорошего качества. Такой плотный и без запаха. Запаха вообще нет. Молоко. Еще добавили маслечко. Этот раз не буду миксером. Вы мне как-то писали, миксером взбивай. Девочки, я всегда миксером взбиваю. Я сначала толку толкушкой, а потом миксером. Не блендером. Блендером вообще нельзя взбивать, потому что у вас будет клейстер. А миксером нормально. Хорошая толкушка. Мне нравится. Прошла. Тест драйв. Так, что я вам скажу. Я поставила еще. Никому не понятно. Вроде бы это и готовые котлеты. Но как-то какое-то вот сомнение берет. Или это морковка дает такой вкус сочетания. Поставила, девочки. Духовку не выключила. Еще на 10 минут. Ну пусть постоит. Оно все равно. Знаете, как курица, чтобы не дай бог не потравиться. Видите, как Аня мне еще сказала, мама, 25 минут, не больше. А мне сомнения берут. Говорю, ну 25 минут как-то маловато. Ну 30. Еще с сыром 5. Ну пусть уже 3, уже на 10 минут больше. Ой, классная была укошечка вообще. Я довольна. Смотрите, как картошку перетолку. Класс. И не надо миксер. Смотрите, какая воздушная. Вот, кто не видел, вот такая-то укошечка. Хорошая. Кто-то писал, деревянная можно. У меня когда-то была деревянная, чисто просто такая, как ступа такая. Ну именно толкушка для пюре. Ну не знаю, мне не очень ей нравилось толкти, заталкивать картошку. Не очень ее любила. Давно она у меня была. Очень давно. Ну, я как миксер. Ну оставила еще 10 минут. Подзапекались, девочки. Смотрите, какие красивые вообще получились. Я эти меньше размером сделала. Эти, конечно, побольше. Но что-то этим как-то меньше зажарились. Не знаю, что так. Пахнет очень вкусно. Сейчас с картошечкой пюре будем есть. Я думаю, эти уже доготовились. В общем, готовьте так, 35 минут. И 5 минут лучше пусть для сыра. Я вас уже запутала. Ну просто, чтобы внутри не были сырыми. Ну очень, очень аппетитно выглядит. И очень вкусно пахнет. И на вкус очень вкусно. Украсила немножечко зеленью. Ой, как красиво. Отчет по котлеткам. Это очень вкусно. Советую вам, приготовьте. Во-первых, не жареное в духовке, диетическое. Ну очень вкусно. Мы съели прям с удовольствием. Это блюдо остается у меня в копилочке. Я буду его готовить часто. Правда. Очень вкусно. Сейчас буду перекладывать в другую емкость. Переложу. Они уже немножечко остыли. Нам понравились. Прям очень при очень. Так что советую. Готовьте. Ну по времени я вам уже говорила. 35 минут где-то готовьте. 5 минут на запекание. Я думаю, они не будут сухие. Потому что жидкости. Вот они подостыли. Смотрите еще сколько вот жидкости. Тут и сок пустил. Сливки. Они как-то в себя впитали. Ну прям классно. Так что. 10 из 10 могу сказать 10 баллов. Классно. Вкусные котлеты в сливках, с сыром. Прям на ура с пюрешечкой. Класс. Готовьте. Все. Я с вами тогда прощаюсь. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok